Итак, опять запускаем. Я закрыл просто. Опять берем наш путь. Смотрим, получаем. Тут написано вообще-то очень четко. Начинаем исключение. Освив должен быть один позиционный параметр. Аргумент передан. Передан два. Так. Все оно. Обратный вызов. Все читаем. Что в СГИ запросил. Но. Ответа мы не получили. Ответ нет. Функция сама. Все нормально с ней. Памяти есть. По сути дела, по сути дела, для новичка ошибка сложная. Почему? Потому что, в принципе, только что ответа нет. Дальше идут настройки. В чем сложность? Сложность в том, что, когда во вьюхе исключение, тут понятно. Вьюха пишется здесь. База, да? Исходный код. Новичок вряд ли пойдет смотреть. Почему? На самом деле, исключение здесь есть. Но, будем говорить так, немножко надо с ним повстречаться. Здесь написано в первой строке. Келбек. Келбек, да? Далее пишется. Связный метод. Вьюха. АСВью. По сути дела, по сути дела, мы это рассматривали. Мы даже можем открыть с вами исходный код, но в данном случае он нам ничего не даст. Вот я открыл 181-ю строку. Здесь написано респонс и возвращать словари и любые последовательности. Все. То есть, по сути дела, ответ не получаем. Ответ завуалирован под знание Python. Ну, мы с вами на курсе Python, когда изучали, мы с вами изучали функции обратного вызова, да? То есть, иными словами, переменные в Python, то есть, функции в Python могут передаваться и как аргументы, да? Без скобок. Именно эту ошибку я и допустил. Но я допустил специально, потому что в данном случае надо были знания, то, что мы заострили внимание, когда изучали, что АСВью мы очень четко разобрали, потому что на самом деле этот метод надо просто знать. Поэтому я заострил при изучении ранее в него внимание. Он говорит, назови себя. И мы с вами проверяли. По сути дела, именно он отвечает за переопределение далее методов. Но мы его не предоставили. Не предоставили каким случаем? Это можно закрыть. Это просто надо потренироваться. Я хочу, чтобы вы начинали запоминать важные вещи. Первое, что надо джанго-разработчику разобраться, где исключения. То есть, мы с вами изучили, помните, опять напоминаю, я говорил, нам надо размышлять. Мы четко понимаем сейчас, учитывая то, что ранее материал был проден, то асфью это точно URL. То есть, даже к гадалке не ходи, надо идти в URL. И действительно, если мы откроем джанго, джанго-раз-вью, то мы можем увидеть, в данном случае, здесь и переопределяется, и мы можем видеть, что это метод, то есть, нужны скобки всего лишь. Потому что, в данном случае, он передается как метод, а не как переменная. Разбирались. Доставим скобки. Все, вопрос решен. Привет, смотрите. Было два аргумента. Раз, два. Вот он написал, вы передали два, то есть, и класс, и метод, как атрибут. То есть, получилось два. А сейчас уже картинка другая. теперь смотрим. Еще одно исключение. Очень хорошо. Очень хорошо. Лист PIE LINE 35 GET KERUSET. Абсолютно верно. Ну, по сути дела, здесь нетрудно догадаться. Давайте зайдем LINE 35. Здесь будет все вполне понятно. То, что мы с вами рассматривали в LIST VIEW, то есть, что ожидает класс? Правильно. Мы же с вами говорили, нам надо переопределить методы. но, если мы посмотрим на классе, мы то знаем это, GET KERUSET, то есть, выборки, то, что мы делали, то, что у нас должно быть, самой выборки, которую мы делали, еще нет. Поэтому, что делает Джанго? Джанго пытается найти выборку объектов. Если перевести, ну, в принципе, то, что я говорил. UserPostListVue отсутствует в KERUSET, то есть, выборки объектов нету, а Джанго говорит. И дальше идет рекомендация. Определите UserPostListVue модель, то есть, то, что мы с вами и написали, да, мы будем определять с вами в KERUSET представление. Тут надо написать и швы. Это вы виноваты, все, запутали меня. Шутка. Определите модель или переопределите GetKERUSET. Ну, я говорю, мы с вами определили, что, в принципе, мы можем переопределить два метода, либо GetKERUSET, либо контекст, объект Data, там тоже будет KERUSET. Почему это исключение вполне понятное. Далее давайте все-таки посмотрим конкретно значение UserPostListVue отсутствует в KERUSET. Далее давайте попробуем пойти в последние. Сам объект есть по адресу, это понятно, то есть все работает, да, self, self, себя, self. И далее что делала Жанга? Ну, давайте все посмотрим. Сразу первой строки отсутствует выборка, был запросом высокий запрос, то есть наш адрес. дали колбак, колбэк, да, функция обратного вызова. функция обратного вызова отклик никто, ну, правильно, мы же ответ не получили, откуда его получать. Тем не менее, класс у нас существует, адрес существует, для нас это важно. Ну, в общем, то, что делала Жанга, по сути дела, достаточно открыть последнюю или предпоследнюю строку, и здесь конкретно где, где что. То есть в строке 335 то, что мы смотрели, отсутствует. Вот этот метод виден, лучше, наверное, показать оригинал, так будет лучше читаться. Ну, такие исключения даже не стоит смотреть. Здесь четко все прописано, поэтому оно вполне понятно. Но понятно кому? Который понятно нам. Почему? Потому что мы с вами уже определились, что нам надо переопределять, а его нет. То есть мы это уже знаем. Поэтому для нас это исключение как ожидаемая подсказка. Все окей. Нам бы еще получить, но давайте быстренько пропишем. Первое указываем модель, присваиваем значение, быстрее бежит, чем я бы хотел. Модель у нас пост наша, да? Мы ее не импортировали. тут она уже исправилась. Импортируем модель пост. Следующее, что надо указать, мы попробуем template name не указывать. Пока, чтобы еще раз напомнить эти вещи. где джанга посмотрим будет искать. Я знаю, что вы это знаете, но давайте еще раз повторим. Следующее, нам надо в шаблонах как-то отображать, да? Мы с вами знаем, что есть три варианта отображения в шаблонах. Это все мы проходили вариант объект, это неприличный вариант, вариант модель постфикс, неправильно написал, ну, напишу по-русски. вариант три наш вариант. Мы им воспользуемся. Все эти варианты мы с вами рассматривали досконально. нас интересует наш вариант. Так, это не то немножко, но мы сюда допишем name. ребята, продолжим в следующем уроке. Надо срочно отойти. срочно